Золотая пчёлка Золотая пчёлка И здорово, что мы можем сравнивать себя на фоне других Мы впервые в Беларуси, в Климовичах Раньше мы мало знали о вашей стране И нам здесь очень понравилось Привет из Казахстана! Для меня это честь сюда приехать Защищать свою родину Чтобы они не только слышали, но и услышали тебя Не только видели, но и увидели тебя С нами встречи каждый рад Город наш, Калининград Очень любимый балет В Беларуси, привет! Сейчас неважно, на тебе турецкий костюм Или армянский, литовский или русский народный Дети не обращают на это никакого внимания На некоторое время небольшой город Климович И стал местом воссоединения 12 стран мира Пусть их представителям еще даже не исполнилось 18 Но они точно знают, что здесь нет зла Мы нашли здесь друзей, очень подруг Много мы познакомились И они сами знакомились с нами Скажи, погода не испортила настроение? Нет, но тут холоднее, чем у нас У нас жарче Атмосфера нравится вам? Да, да Этому детскому фестивалю не страшен даже проливной дождь Юные гости как будто и внимания не обратили, что погода не праздничная А участники просто оделись потеплее и продолжают репетировать Хорошее настроение и праздничную атмосферу они создают сами Фестиваль детского творчества «Золотая пчелка» — это, несомненно, праздник, который приобрел большую популярность не только в странах СНГ, но и во всей Европе И с года в год растет не только престиж фестиваля, но и его география О том, как же прошел 15-й фестиваль «Золотая пчелка» узнаем прямо сейчас Фестиваль «Золотая пчелка» родился на Климовической земле в 1996 году В 1995 году ребята из районного дома пионеров участвовали в фестивале «Нотки над беседью», который проходил в Хотимске Дети вернулись окрыленные и много рассказывали об увиденном Тогда и появилась замечательная идея проведения подобного фестиваля на Климовщине В 1996 году была разработана программа проведения фестиваля, посвященного Международному дню защиты детей На праздник пригласили ближайших соседей — детские коллективы из Костюковичи, Кричева, Славгорода и детский коллектив из российского города соседа Шумячи Фестиваль прошел с большим размахом и назывался «Золотой пчелкой», так как символом города Климович является герб с изображением пчелы За свою историю Международный фестиваль детского творчества «Золотая пчелка» зажег немало ярких звездочек и стал трамплином в творческое будущее С каждым годом география пчелки расширяется, и в этот раз добрались до самой Турции Климовичи принимали юных артистов из 11 стран мира Армении, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Турции, Узбекистана, Украины и Эстонии «Золотая пчелка» стала в прямом смысле слова символом единения Здесь особая энергия подталкивает к дружбе И меня эта волна не обошла стороной В этом круговороте эмоций встретилась с лицейской подругой, которую не видела много лет И это еще один, хоть и крошечный факт того, что место это становится волшебным Здесь участники конкурса говорят почти на 10 разных языках Но самое забавное, что между ними нет языкового барьера Теперь они не соперники, а уже друзья Участников просто тянет к друг другу магнитом Если говорят на разных языках, то фотографируются на память А те, у кого один язык общения, делятся впечатлениями о конкурсе и нашей стране И нам тоже стало интересно, с какими мыслями к нам приехали заморские друзья Но загвоздка в том, что говорят они только на турецком Но проявив смекалку, мне удалось пообщаться Вот сейчас мне эти девочки помогут преодолеть языковой барьер Я буду говорить на русском, будут переводить на армянский, а потом уже на турецкий Так мы сможем пообщаться с ребятами из Турции Так, мне бы хотелось у них спросить, нравится ли у нас в Беларуси И как им климат не испортил или настроение Субтитры создавал Дорецкий, а потом уже на турецкий Мы думаем, что погода нормальная, им нравится, что здесь зелень очень много и они не ждали дождя. И они чувствуют себя здесь так же, как и в Турции. Вот так преодолели языковой барьер и все стало ясно. Им все нравится, приедут еще. И это не единственный коллектив, который строит планы на следующий фестиваль. Хотя еще даже не выступали, но теплый белорусский прием пленил всех участников. В Синеоку хотят вернуться и красотки из Армении. Нам очень нравится Белоруссия и вообще фестиваль тоже очень хороший. Нам очень интересно, что происходит здесь, какие группы участвуют и вообще какие категории. Нам здесь нравится и мы бы хотели в следующем году еще раз прийти все вместе. Да? Да! До начала концерта остались считанные минуты. Готовятся все. Звукорежиссеры уже на старте. Свет настроен. Осталось привести в порядок мокрую сцену. Пока сцену только готовят, но буквально через пару минут на этой площадке будут выступать самые лучшие коллективы не только нашей страны, но и ближнего зарубежья. Конечно, все настроены побеждать. Сейчас у юных артистов будет возможность показать, на что же способны их коллективы. Готовились долго и упорно, чтобы пройти отборы и приехать в Беларусь. Все участники собрались за кулисами в ожидании фанфар. Кто-то волнуется, кто-то повторяет номера. А вот крепыши из Кыргызстана развлекаются. По словам руководителя, им волноваться нечего. Что будешь танцевать? Национальный кыргызский танцы. Ну-ка, покажите мне сейчас что-нибудь. Юрт вот эта. Кусочек маленький. Вот ты жада! Не страшно вам? Нет. А мы ненадолго покидаем за кулиси и отправляемся в парк. То, что представляет из себя Климовический парк во время фестиваля, трудно назвать ярмаркой. Скорее, один сплошной базар и мастер-класс. На время фестиваля самый центр города превратился в настоящий базар. Здесь можно купить абсолютно все. Начиная от магнитика, заканчивая настоящим кованым железным забором. Магнитики с символикой, свистульки, украшения и деревянные сувениры. Мастер-классы по оковке металла и резьбе по дереву. Здесь есть на что посмотреть и что купить. Аллея напоминает муравейник. Кого-то рисуют, дети прыгают на батутах и катаются на каруселях. Одним словом, не скучают. А пока город гуляет и веселится, у пчелки продолжаются творческие часы. Возвращаемся к отчетному концерту. За кулисами творится что-то невероятное. Здесь и танцуют, и поют, и повторяют свои номера. Здесь даже фотографируются и делают селфи. Это просто что-то невероятное. Волнения за кулисами больше нет. Оно как будто испарилось. Участники с удовольствием поддерживают своих соперников и танцами, и улыбками. Их объединяет детство и музыка. Тем временем на сцене свои умения показывает коллектив из Эстонии. Сюда приезжают не для того, чтобы увести награды, а чтобы получить новый опыт и проверить на прочность себя и свой талант. Каждое успешное выступление – это плюсик к маленькой карьере настоящего профессионала. Сейчас на сцене Ереван! Музыкальный фест в памяти у детей останется добрым моментом, который хочется вспомнить вновь и вновь. И не важно, что программа еще не подошла к концу, но ребята уже готовы вновь усердно готовиться, чтобы вернуться на детский праздник. Нам очень понравилось, потому что вот такого уровня подготовки самого фестиваля мы не видели практически нигде. Потому что прекрасная организация. Мы не успеваем вообще выдохнуть. Нас все время куда-то бегут, ведут. Все время что-то происходит. Дети без задних ног, но к вечеру все счастливы снова. Потому что усталость хорошая, боевая такая усталость. Участники, которые в нашей стране впервые, получили массу впечатлений. Для них все в новинку. Природа, люди и города. Они впитывали как губка мелочи, которую мы даже не замечаем. И этого не скрывают. Беларусь – это очень красивый страной. Это очень зеленый. Локальные люди очень приятные. Они любят говорить о нас. И, пожалуйста, попросьте, пожалуйста, новая фраза. Локальные люди очень приятные. Локальные люди очень приятные. Они любят говорить с нами. Окей. Она сказала, что наша страна очень зеленая, очень красивая. И что местные люди очень дружелюбные и относятся к ним с любовью. Когда пролил проливной дождь, наверное, весь город собрался посмотреть. То есть это действительно значимое событие. Очень было приятно выступать. Здесь так чисто. Здесь сказочные домики. Еще очень хорошо берете лес. Очень много природы красивой. Очень чисто. Очень чисто, да. Чисто очень. Пахнет вкусно. Но чтобы было чисто и вкусно пахло, подготовка к фесту шла на протяжении всего года. Все структуры, не только города, трудились, чтобы праздник стал поистине масштабным, красивым и достойным. Такое количество работы провели не зря. Все участники довольны радушным приемом. Буквально недавно мы проводили опрос о том, какие наиболее знаковые фестивали в Республике Беларусь по различным направлениям. Это и взрослые фестивали, эстрадного направления, народного направления, детского творчества. Так вот, фестиваль «Золотая пчелка» у нас самый рейтинговый. Вот пройдет фестиваль 15-й, уже завтра нужно будет готовиться к 16-му фестивалю, потому что это очень большая работа. «Золотая пчелка» не только расширяет свою географию, но и делает успешные шаги к иностранному сотрудничеству. Во время фестиваля с ассоциацией болгарских групп было подписано творческое соглашение о культурном сотрудничестве. А это еще раз говорит о высоком уровне «Золотой пчелки». Это уже результат вот той работы многолетней, которая продолжается не только в Могилевиче, но и конкретно благодаря «Золотой пчелке» городу Климовича доступен любой праздник, любое общение в сфере культуры и искусства на территории Болгарии. Вы знаете, я уверен в том, что сегодня этот фестиваль – это чувство гордости не только климовчан, не только могилевчан, а вообще жителей Могилевской области. Потому что немного детских фестивалей, и вот фестиваль «Золотая пчелка» – это завтрашний день, послезавтрашний и так далее. Это наше будущее. И сегодня фестивали все масштабные, а в первую очередь «Золотая пчелка» приносят авторитет нашей стране, нашей Могилевской области. «Золотая пчелка» – это не только авторитет, масштаб и престиж. Это символ праздника детства и новых возможностей. И пусть никто не гарантирует всем звездную карьеру, здесь дети приобретают самое главное – уверенность в своих силах и в том, что счастье уже есть.